Соблюдать закон приходится себе в убыток. В такую неоднозначную ситуацию попали грузоперевозчики Волоконовского района. На днях их претензии к работодателю вылились в настоящую стачку. Водители буквально дневали и ночевали в своих тягачах на стоянке прямо у ворот предприятия. Суть проблемы и мнение сторон в репортаже Натальи Войтенко. Павел и около 200 его коллег по цеху на эту стоянку у сахарного завода Русагра в поселке Пятницкая ходят как на работу. Но их грузовики не трогаются с места. Они не начнут возить свеклу с полей, пока предприятие не повысит расценки на тонна километра. Водители не скрывают, до сих пор делали прибыль за счет перегруза. Порой в полтора раза выше нормы. Теперь же после принятия поправок в федеральный закон об административных правонарушениях штрафы за перегруз стали от 30 до 50 тысяч. Плюс тщательный контроль, мобильные весовые платформы на дорогах области уже не редкость. И тут перевозчики обнаружили, что при загрузе в пределах нормы, а это 22 тонны на машину, по нынешним расценкам им работать невыгодно. Мы посчитали, что это невыгодно возить по 22 тонны, потому что копейка. У каждого семья, у каждого дети. Это смысла нет. Понимаете, расценку, насколько там, чтобы было, как за 300 тонн. Мы будем работать. Все машины выйдут и поедут. Мы договор заключали и подписывали расценки, которые нам давали. Мы подписывали еще до вступления закона о перегрузах. Сейчас сложилась такая ситуация. Вышел закон. Мы, получается, как не то, что зарабатывать. Мы вообще работаем за просто так. Мы сделали расчет, что такое за просто так. Расстояние 50 километров. Норма загрузки максимум 23 тонны. Умножаем на коэффициент тонна-километр. 3,52. Получается чуть больше 4 тысяч рублей. Отнимаем стоимость топлива в остатке около 2,5 тысяч. Без учета амортизации грузовика и налогов. На Валуйке у нас выходило 5 тысяч чистыми оставалось. 30 тонн. Если мы будем ввести 20 тонн, там остается 2 тысячи. Ну, здесь половина. И все. Выходит, подписывая договор с нынешними расценками, водители заведомо предполагали работу с полуторным перегрузом. А когда нарушать закон стало себе дороже, решили, что выход в повышении расценок со стороны компании-заказчика. На встречу приехала целая делегация. Логисты, служба безопасности, руководство. Русагра объясняет позицию просто. Перевозчики связаны юридическими обязательствами. Исходя из экономической целесообразности, идти на уступки компания не намерена. Уважаемые коллеги, с вами заключен договор на тот тип машин, с которой вы пришли. В машине есть допустимая грузоподъемность. Никто с вами не заключал договор на перегруз. Вы увидели расценку на вашу автомашину. Мы сейчас вас не грузим с перегрузом. Никто вас не заставляет грузить с перегрузом. Кто согласен возить по существующим расценкам, пожалуйста, возите. Кто не согласен, ну извините. Расценку поднимать не будете? Однозначно опять нет. Есть договоры о расценке? Нет, да, вчера пришел. Всем недовольным водителям было официально предложено расторгнуть договор и сдать систему спутниковой навигации. Здесь у нас чисто экономические отношения. Есть договор? Работайте. Не хотите работать? Ну, значит, будем искать других, кто захочет работать. Если кто-то не работает, сдаем глонассы. Все, мы с вами расторгаем договор. Это ваше право. Здесь никто никого не принуждает. Руководство Волоконовского района готово выступить посредником в регулировании интересов сторон. В течение сегодняшнего дня, ну думаю, завтрашнего дня, я думаю, дастся нам уговорить ребят. И они все пойдут работать. Потому что у каждого семья есть. Семьи надо кормить и заниматься работой. И так же, чтобы завод наш не стал. У всех договорные отношения. Расценки, мы считаем, не самые низкие по области. И зарабатывать можно. Выбор у перевозчиков невелик. Урожай зерновых уже убран. Осталась только сахарная свекла. Работать или не работать, решать им. Водители даже не скрывают. Повышая рентабельность своего личного бизнеса, они разбивали наши с вами общие дороги. А теперь, когда это стало невозможным и рентабельность упала, они требуют помощи у всех, кто готов их услышать. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко, Новости мира Белогория.